Это хвозан свайна из рода широкохвостый хвозан. Обитает он в Тайване и это сейчас, наверное, не передает камера его окраски, но на солнце он переливается таким очень синевато-зеленоватым цветом, очень эффектный хвозан. Конечно, в разведении он посложнее, чем серебряный хвозан, но также очень выносливый наш переносчик. Ну и достаточно часто самки садятся на яйца ихние. Очень часто, да. Здесь проблема такая, что они очень часто клюют яйца. Вот, в особенности вот этого хава, например, у меня, самка несет яйца, а самец-поразец стоит по щеку. Он не ест яйцо, он просто тюкает и все. Это серебряный хвозан, обитает гималаев на разных уровнях, высотах, очень устойчив к нашему климату, холод переносит хорошо, размножается. Вот буквально две недели назад я только вот яйца выкинул, потому что она сидела второй раз. А где гнезда я не вижу? Сидела прямо вот тут в уголку. В углу, да? Сделала гнездо сама и сидела. Угу. Это уже потому что она вывела раз и второй раз я просто не стал, оставлял. Ну да, не надо напрягать ее. Да, 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 да. Сидела очень устойчиво, даже если вот дожди шли, заливала и она даже не сходила. Отковалочки сделала. Ой. Ну, конечно, они немножко пулевые. Это охотничий фазан румынский. Наш охотничий простой вот фазан коричневый, а это его под вид. Он выведен, но он более плодовитый, яиц несет почти в два раза больше. Очень хорошо откармливается на мясо. Более спокойный, в отличие от нашего просто обыкновенного фазана. Ну, с зеленоватым отливом, да? Да, да, зеленый. Ну, так вот румынский его называют. Зеленый. За сезон сносит порядком 80 яиц где-то самочка. Вот. Если оставлять, то она сама, конечно, садится. Ага. Вот. Это сейчас у меня домики не стоят. Ранней весной я сразу вставлю домики, чтобы они успели привыкнуть к гнездам. Заносятся рано, где-то в апреле месяце уже начинают заноситься. Раньше заносили зима и сейчас уже птица начала в апреле. Все сдвинулось. Все сдвинулось. Да, 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 да. Очень большие задвижения получились. А внизу это самки или детеныши или кто это? Это молодые самочки, да, этого года. Молодые самочки, да. Да, 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 да. Этого года самочки. Это коричневый ушастый фазан. Так же его называют бурый. Две самочки. Трехгодовалые. Вот сидят, не могу подпарить их никак. Подпарить в смысле нету пары? Нету самца. Да, нету пары. Очень мало сейчас держат. Одно время развели, было много бурых. А теперь сейчас почему-то стало мало. Очень мало, конечно. Ну, любителей, конечно, становится меньше. Сейчас в декорации неизвестно почему. Кризис никому не нужно. Всем нужно съесть. Съесть, да, на кризис. А так они более, вот, у нас из ушасток есть бурые, синие и белые. Самый распространенный это синий ушастый. Бурые ушастые поменьше держат. И практически очень мало держат белого ушастого. Сейчас он стал разводиться уже белый получше. Раньше разводился очень, очень плохо. Скажи, невкусную траву мне дают. Ну, хоть с гостинцем. Бурые ушастые. Вообще ушастые фазаны это оседлая птица. За границей зачастую их используют как парковую птицу. Пускают и он придерживается своей территории. Охраняет хорошо гнездо. Очень дрочливый. Это вот отец вот тех предыдущих двух самочек, да? Да. Он в азарте весной выбегает, может пробежать за тобой всю территорию. И назад забегаешь и он за тобой. Очень такая моя птица общительная. Это золотой фазан, желтая форма золотого фазана. Держит поменьше, конечно, его. Дикой окрас он поярче, покрасней, покрасивше. Этот, конечно, такой более бледный. Но у них тоже есть подвиды. Есть лимонные, апельсиновые. Немножко пожелтей, покрасней. Но вот это вот самая яркая его расцветка? Нет, это бледная раскраска. Нет, но вот именно у этого, у этого. У желтого. Да, у желтого бледная. Есть более лимонные, вот этот цвет насыщенный, желтый. И воротничок, конечно, тоже покрасивший. Вот эти полоски все. Это, конечно, он бледноват. И все вот эти вот... Ведрон мы забыли. Конечно, подвиды, как говорится, разновидности, они имеют свойство, когда линяют, насыщенность набирают. Вот, например, для желтого цвета хорошо кукурузу давать. И птица становится более яркая. Но за год она, конечно, опять выцветает и становится бледной. Понятно. Для цвета, конечно, надо что-то давать, как кенорейкам. Кенорейкам тоже дают, да? Обязательно. Лимоны. Подкрашивают. Сейчас зачастую есть украсители, корм добавляют. А так она будет бледной, некрасивой. Ничего себе. Кенорейкам обязательно красят. Ничего себе, я не знал. Нет, нет, в сезон, когда линять начинают, птицы подкрашивают. Почему они красивые такие? Вот оно, оказывается. Особенно иностранцы, потому что у них это все развито, выставочные работы. Поэтому они обязательно подкрашивают. Иначе занервничают. Немного, да. Они более пухливые. Но сами очень прекрасно садятся, сидят, выводят. И вводят. Конечно, лучше самца убирать, когда выводятся. Чтобы не это самое, не побил молодняк, да? Зачастую есть самцы, которые принимают из-за жучков. Просто-напросто. Ну, а больше объяснений нет никаких. Потому что, когда не сдал, он выпрыгивает, он его сразу за лапу и начинает таскать. Вот они какие нюансы. Ну, не все. Есть фазаны, конечно, которые трепетно к своему потомству относятся и не трогают. Как правило, королевские бывают. Фазаны илиота? Фазаны илиота из рода полосатых хвостов фазанов. Довольно-таки такой он в разведении. Хорошо разводятся. Но надо создавать ему, конечно, условия. У меня в этом году, видно, зажирели, не получилось ничего. Яиц было много. Она вот снеслась. Штук 40 снесла. И все получились неоплотворенные. Сама сидела, все было нормально. Не угадаешь, может быть, из-за погоды. Почему ярился вон, самец ходил за ней, ухаживал. Что случилось? Они считаются более сложными в разведении, нежели вот лафуры. Ну, конечно. Получилось очень. Птенчики нежные. Они в природе, конечно, их мало осталось. И они даже там, где они обитают, охраняются. Или вот, и есть еще из полосатых хвостов, это микада. Он вообще разводится тяжеловато, конечно. Очень красивый микадо фазан. Да, да, да. Ну, за ним надо смотреть, конечно. Они более тропические там, где обитают. Но если акклиматизировать, все фазаны, конечно, нормально переносят наш климат. Сейчас климат изменился, сейчас тропики. У нас стояло в этом году, было и 34 градуса, конечно, как было холодно. Птица не боится никогда холода, если есть еда. То есть они вот здесь же и зимуют, да? Да, да, да. Эта вся птица так и живет, куда я ее делаю. Она все остается здесь. Потому что в сарае она, конечно, может болеть. Потому что и леды очень подвержены заболеваниям. Ну, а здесь что? Здесь закрыто со всех сторон. Сверху, с боков, только вот лицевая сторона. Они чувствительны к влаге. А в сарае там собрался конденсат. И они сразу начинают хрипеть. Понятно. То есть отрицательные температуры не так важны, как влажность, да? Вообще даже не страшны для птицы. Отрицательная температура будет жить на улице прекрасно. Если у вас есть хорошие корма. Для птицы очень важны корма. Это королевский фазан. Вот. Из рода полосатых хвостов. Шикарный хвост у него. Хвостик, да. У него начинает отрастать. У меня самое большое перо. Вот. Я, как говорится, на коллекцию выщипывал. Было метр тридцать четыре. Вот. Метр тридцать четыре? Да. Да. У них, конечно, не нормальный. Очень они беспокойные. Шебутные. Любят полетать. Но вообще птица, это вся птица с характером. Если от спокойной птицы брать потомство, они будут спокойные. Королевские они, как правило, все такие вот беспокойные. Но очень красивые, конечно, птица. Очень красивые. Очень хорошо садятся. Можно на одного самца оставлять две-три самки. Выводят в хорошем большом вольере. Также это выведут. И будут водить потомство. Я, конечно, у себя не оставлял. Но у человека видел. Самки прям. Три самки сидело. Вывели. Все ходили. И самца не убирали. Он даже не трогал никого. Просторный валерчик, чтобы это... Можно оставлять. Но все равно посмотреть. Если спокойные, то можно оставить, конечно. Потому что под самочкой все птенцы, конечно, лучше выращивать. Естественно, естественно. Они и покрепче получаются, и быстрее растут. Здесь и витаминчики. Витаминов им хватает. Как-то они чего-то там находят. Она меня застает. И라고 будет сосить. Растит reduциально заливать только силу и чтобы будет не уходить. Чтобы영아서 приготовили лишнее место. Раститlanativное масло, наверное. Эти заливное масло где углеводимое. Уойдет, что росло на карту, вынет. ificаю. Продолжение следует...